В ночный четверг российские силы нанесли ракетный удар по Украине. Несколько регионов страны, в том числе Харьковская область, были атакованы беспилотниками. Накануне в результате удара по Харьковской области погиб 12-летний мальчик. В самом Харькове погиб один человек, 19 получили ранения. Резко шум, темнота, пыль в глазах, боль в голове резкая. Начала заплывать кровью голова, у меня глаза начали выбегать. Мы выбежали, сразу поняли прилет. Я выбежал на улицу, сразу видел труп после подъезда, газ травил. Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Сумскую область. Он посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны, поблагодарил военных за защиту суверенитета и территориальной целостности страны и вручил государственные награды. Также Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. В госпитале Зеленский встретился с ранеными бойцами, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил награды. Сумская область, где побывал Зеленский, в последний месяц постоянно подвергается российским обстрелам и авиационным ударам. Владимир Путин назвал бредом утверждение о том, что Россия планирует воевать с НАТО. Об этом он заявил во время общения с военными летчиками в Тверской области. По словам российского президента, Вашингтон тратит на военные расходы в 10 раз больше, чем Москва. И при таком соотношении предположение о возможном нападении России на страны Альянса полная чушь. В заявлении об агрессивных планах Москвы в отношении Польши, стран Балтии и Чехии Путин назвал способом запугать и обмануть население этих стран, чтобы выбить из них деньги. Вместе с тем президент РФ сообщил третьим странам, что если они будут предоставлять свои аэродромы американским истребителям F-16, в случае их участия в войне в Украине, то эти аэродромы станут законной целью для российских военных, как и сами самолеты. Такие истребители могут нести на борту ядерное оружие, отметил Путин. И России это тоже придется учитывать. Ранее в Киеве заявляли, что рассчитывают получить в свое распоряжение самолеты F-16 в ближайшие месяцы. Более 70% граждан Европейского Союза считают важным оказывать помощь Украине, но лишь 35% называют это приоритетом для ЕС и своих правительств. Это явствует из эксклюзивного опроса, проведенного для Евроньюз компании Ипсорс. С начала российского вторжения Евросоюз и его страны-члены предоставили Киеву 93 миллиарда евро в виде финансовой, военной и гуманитарной помощи, а также на нужды беженцев. К этому добавляются 50 миллиардов евро, 33 в виде кредитов и 17 в виде грантов, о перечислении которых лидеры ЕС договорились в начале февраля. По мнению директора Брюссельского института Эггмант, у Союза нет иного выбора, кроме как поддерживать Украину в Е-борьбе за сохранение своей территориальной целостности. Свен Бископ считает, что возможное падение Украины не означает поражение Евросоюза, но оно воодушевило бы Россию на новые военные авантюры. Поэтому ему совершенно необходимо предотвратить такое развитие событий. Опрос показывает, что в скандинавских странах осознание необходимости поддерживать Украину гораздо сильнее, чем в среднем по ЕС. Так думает большинство шведов, 68%. На противоположном краю находится Венгрия. Только 12% ее граждан считают, что этот вопрос должен быть приоритетным для ЕС. Интересно, что избиратели крайней правой фракции Европарламента идентичности демократия выражают наименьший энтузиазм по поводу поддержки Украины. Это относится к евроскептикам. Брюссельский эксперт видит в этом результат дезинформации, которую распространяет Москва. Директор института Эггмант добавил, что президент Владимир Зеленский завоевал симпатии европейских коллег. А украинцы удивили всех своим высоким боевым духом и способностью воевать. Тем самым они привлекли на свою сторону значительную часть общественности, как в ЕС, так и в США. Однако теперь, по словам Свена Бископа, стало ясно, что без дальнейшей финансовой и военной поддержки Украина может лишиться своей независимости. Активистка антифашистского движения Илария Салес не может быть переведена под домашний арест ни на родине, в Италии, ни даже в Венгрии, постановил суд Будапешта. Ее адвокаты говорили, что венгерские друзья 39-летней учительницы уже сняли для нее квартиру. А сама она согласилась носить на налдышке электронный браслет и внести залог в размере 16 миллионов форентов. Однако прокурор и судья сочли, что у нее все равно останется возможность скрыться. В Италии арест активистки вызвал огромный резонанс. Большинство людей узнали о деле Салес благодаря серии карикатур Микеле Река. Илария Салес обвиняет в нападении на двух предполагаемых неонацистов в Будапеште в феврале прошлого года. Ей грозит 11 лет тюрьмы. Она уже год находится в заключении и жалуется на нечеловеческие условия содержания. Илария Салес-Нак még legalább кет хонапот kell варния ассабодсага. А феутаргаласи напот уянис майюс 24-й-н tartják. Сипос Egyi Zoltán, Euronews, Будапест. Высила прогноз правительства на 0,6 пункта. Пример-министр Габриэль Аталь говорит, что администрация по-прежнему стремится сократить дефицит до уровня менее 3% к 27-му году. Эта цель, к которой аналитики относятся скептически, может быть достигнута. В интервью Аталь сказал, что дальнейшее сокращение продолжительности выдачи пособий по безработице будет одним из главных приоритетов. Это особенно чувствительный вопрос для правительства, поскольку прогнозируется рост безработицы. По словам премьера, среди действий, призванных улучшить состояние государственной казны, повышение налогов не рассматривается. Правительственный план предположительно встретит ожесточенное сопротивление в парламенте, в котором правящая партия президента Макрона не имеет большинства. В Орлеан из Эль-де-Франс привезли еще одну группу мигрантов. В Париж заявляют, что переезд был запланирован, поскольку в столице центры временного размещения переполнены. НПО считают, что это связано с Олимпиадой, и власти хотят улучшить имидж Парижа. По словам мэра Орлеана, меньше чем за год, в его город переселили порядка 500 мигрантов без уведомления госслужб. В мею 2023, у меня есть квадрат, регулярно, один через три месяца, приблизительно, через Париж-sur-Орлеан, 30-50 квадрат. Для вас это связано с организацией с Олимпиадой? Я не знаю, но, естественно, у меня есть кое-какия, но это не связано с Олимпиадой. Олимпиадой, утверждает префектура Луаре, НПО осуждают социальную чистку. Они мне советовали обращаться в регион. Они мне сказали, что есть много сатурации на основе, на основе ГИО. Если идея, это просто качать на мисер, и качать на безвозь, на основе, в Франция, чтобы дать больше места для коллективов, чтобы получить место на правильную госслужб, это не реагирует на университет. Государство организует перевозки мигрантов из Парижа, как утверждают власти для желающих. Им предлагается на выбор 10 городов. Тем временем представители местных властей утверждают, что у них на этот счет нет ни информации, ни дополнительных средств. В июне бельгийцы будут выбирать своих представителей в региональные, национальные и европейские парламенты. Предвыборную гонку в Федеральном Королевстве возглавляет крайне правая партия «Фламандский интерес». Согласно проведенному для Евроньюз опросу компании Ipsos, за нее собираются проголосовать 23,5% избирателей во Фландрии. Это северная часть страны, где, говорят по-нидерландски, более богатая и густонаселенная, чем Волония. У партии «Вламс Биланг» есть четкая цель – сделать Фландрию независимым государством. Успех фламандского интереса объясняется ростом популизма и экстремизма по всему Евросоюзу. Эта партия выступает против миграции и за выход из федерации, как вышла из ЕС Великобритания. Стратегия фламандского интереса заключается в том, чтобы после голосования объединить силы с консервативной фламандской партией «Новый фламандский альянс». Вместе они смогут получить большинство мест во фламандском парламенте, объявить Фландрию суверенным государством и предложить правительству Волонии провести упорядоченный раздел Бельгийской федерации. Однако жители фламандского города Мехеллен, похоже, с этим не согласны. Украинский государство уже небольшое, поэтому это не очень приятно. Я думаю, что это не так, потому что Бельгия уже не хочет быть маленьким. Я думаю, что это не будет хорошим. Я бы просто предпочитаю сказать Бельгия, как сейчас она. Впрочем, Фламсбеланг, новое фламандское государство будет уникальным парламентом и Европейской Федерации, как украинский государство. Бельгия. Но они также хотят реформировать Европейской Федерации в организации экономической кооперации между суверенными странами, без никакой интеграции. Винцензо Геновезе, Euronews, Мехеллен, Фландерс. В Балтиморе, где обрушился автомобильный мост, водолазы обнаружили тела двух погибших в утонувшем пикапе. В момент катастрофы на мосту находилось восемь рабочих строителей. Двоих удалось спасти. Поиски четверых продолжаются. Найти их живыми надежды практически нет. В реке Потапско ледяная вода и сильное течение. Трагедия разыгралась два дня назад. В мост врезался 300-метровый контейнеровоз. Это привело к обрушению нескольких металлических пролетов. Команда судна успела подать сигнал бедствия. Движение по мосту перекрыли за минуту до катастрофы.